На этот раз тема Красноярского экономического форума «Время Сибири». На площадке обсудят развитие сибирских регионов и страны в целом, экономику, геополитическую ситуацию, вопросы экологии, туризма, сотрудничество с азиатскими странами, развитие Арктики и многое другое. Особое внимание на форуме будет уделено стратегии развития Сибири. В 2005 году, около месяца назад, данный документ был подтвержден правительством Российской Федерации. По сути, Красноярский экономический форум станет первой площадкой, где будет разрабатываться, формироваться плановое пределение, организация стратегии на несколько лет вперед. По традиции, первый день форума откроет молодежная площадка «Поколение 2035». Здесь обсудят возможности для профессионального роста молодежи на ближайшее десятилетие. В этом году особенностью площадки, безусловно, является нашей лидерой. Это 14 молодых людей со всей страны, которые уже работают в Красноярске, собирают свои предложения по четырем направлениям. Основные деловые площадки пройдут 2 и 3 марта в Сибирском федеральном университете. Еще есть цифр. На форум уже зарегистрировались 4,5 тысячи гостей и участников. Анонсировали и подписание договоров. В этом году их будет около 70 на сумму больше 190 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом. Заявки на участие в форуме подавали представители 24 регионов России и 11 зарубежных стран. Но КЭФ — это не только круглые столы и пленарные заседания. Культурные и спортивные мероприятия тоже. Например, 3 марта пройдет благотворительный забег «Добрая пятерка» в «Гремячей гриве». Состоятся и товарищеские спортивные матчи. А еще на КЭФ впервые организуют деловую гастрономическую программу. В рамках гастрономических программ мы также организовываемся сотрудничество с крупнейшими ресторанными группами города Красноярска. Там шефу будут предлагать специализированные сеты для жителей красноярских гостей нашего города, участников форума. Мы тоже считаем, что это может стать добрая традиция форума, в счет того, что гастрономия является одной из визитных карточек нашего города. Как и в 2022-м, участвовать в КЭФе можно онлайн. На сайте будут идти трансляции всех ключевых площадок и обсуждений. К слову, в прошлом году форум онлайн посетили 44 тысячи человек. Трансляции мероприятий посмотрели свыше двух миллионов. Регистрация на онлайн-участие все еще открыта, а подать заявку можно на сайте kf.rf.